Здесь под снегом находится лед. Многие падают, что крайне опасно. Скользкий, заснеженный, травмоопасный. Барнаульскую многоэтажку в центре города в социальных сетях уже окрестили ледяным домом. Ледяной коркой покрылись лестницы, газовые трубы, подъездные козырьки в сугробах, с крыши падают глыбы льда. Управляющая компания центральная натянула ленточку, мол опасно. Что самое интересное, управляющая компания, обслуживающая дом, находится в соседнем доме. Вроде бы и дворнику идти недалеко, но взять лопату и почистить двор не может уже всю зиму. Жаловались, обращались напрямую в управляющую компанию, в органы прокуратуры, но никакого эффекта это не возымело. За что люди платят деньги, никто не понимает. В управляющей компании, в свою очередь, пояснили, что чистят двор по заявкам жителей. Но, правда, признаются, этой зимой работать сложно. Загостили бураны, жителям предложили выход. Люди сами, у нас настолько привыкли, общество потребление достало. Ни один мужик или дама, любая, вот вышел, да, ну что-то хотя бы сделай сам. Нет. Вы ходите, чистите двор? Да, чистим. Бывает. А почему нет? То есть лопату берете, чистите? Да. Почему нет? Вот. А, и вы чистите? Конечно, девчонки у нас чистят. То есть, это же не справляется со своей задачей? Да, многие вообще не успевают, конечно. Ну, снег, буран, зима же себе. Не успевают один момент, второй – небольшой тариф на общедомовые нужды. По словам инженера, за квадратный метр он должен быть рублей 16, а сейчас – 9. Содержать достойно дом на эти деньги нельзя. Получается единственный выход для жителей – обзавестись лопатой и временем. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. День с толком.